окей меня записывают так я сегодня не хотел что дешевле значит давайте что дешевле это у меня был даже открыт вот так мы в прошлый раз читали про эллиптическое мышление ну и наверное мы продолжим с этой точки где мы закончили так дат философия философская религия речь идет о том можно ли найти какое-то равновесие между философией и религией поиск этот не так тривиален как кажется по дороге нас ждет философская религия философия желание устранить противоречия между философией и религией философии наукой с одной странной религии с другой породил целый ряд попыток доказать что никакого спора между ними нет победила дружба между религиозными учениями источником которых является откровение и между философскими идеями источник которых человеческий разум и не только что нет противоречия но даже что это одно и то же есть люди которые хотят сказать ребята все хорошо нет никакого противоречия между наукой религии мы постоянно слышим подобного рода заключение мира не ничего не решает и тьма сисут она только размазывает размывает границы амов и лабы хрэхли алмута дат неизбежным результатом которого будет исчезновение религии если наука и религия это по сути одно и то же то неизбежным следствием является что один из них лишний если мы пытаемся уравновесить эти две области таким образом то получается что религия такая сокращенная версия науки наивная наивная мораль и если религия теряет свою глубину теряет свою красоту то тогда ее ценности тоже становятся сомнительными среди нас есть большие хасиды этого грина по моему это вот биостур он говорит мы можем сказать что нет противоречия между наукой религией но это в результате мы получаем то сказать обрезанную обрезанную религию которая тоже никому не интересна от стыкота и хида и педагоги получается что единственная ценность религии это педагогическое это сокращенная версия философии или философия для толпы зачастую философы видят в этом отказе религии то сказать следовать предлагаемой ей путем инфантильность философскую инфантильность религии если бы религия была достаточно взрослой она бы согласилась что она часть философии вместо того же понять религию как религию они исследовали ее как будто бы это была философия такая профилософия получается что объект исследования должен быть он должен соответствовать мысли исследователя нашем случае следователи воспринимают религиозные категории которые уже были транслированы еще до того как они были исследованы то есть как бы религиозные категории были переведены философские так потом их начинают исследовать что как будто бы это а в шатот философия как будто бы за каждым религиозным принципом стоит какая-то абстрактная философская категория и результатом было получается такая очищенная религия очищенная версия религия и то что началось как философия религии завершилась дат философия философской религии не принимает этот путь если говорит есть философия есть религия они до спорят но одно не может заменить другого араха хасева образ мышления философия не создается из ничего лучшем случае можно ее определить как науку с определенным количеством изначальных предположений но с минимальным количеством изначальных предположений но никогда ни одна философия не избавится от какого-то хотя бы самого малого количества этих изначальных предположений более того философия связана с определенным образом мышления то есть определенными способами восприятия действительности основные ее предположения философии западной философии они являются следствием греческой логики наверное так можно сказать фокус в том что есть больше чем одна логика за философией особенно за западной философии стоит определенная логика логика это основа греческой является самоочевидной исключает ли она какие-то другие логики есть больше чем одна логика Израиль и Греция не просто развили различные учения они также действовали в соответствии с различными категориями Танах и философия Аристотеля включают больше чем сумму их принципов Танах представляет образ мышления то есть определенный контекст который в нем внутри которого есть определенный смысл каким-то общим понятием Получается что самое главное это контекст Он дает нам Единицу измерения и Трансляцию понятий с помощью которых мы находим свой свой путь Другим словом он говорит что есть еще контекст кроме каких-то Обозначаемых объявляемых изначальных понятий есть еще контекст И так с помощью этого контекста мы находим свой путь То есть это не просто какая-то ментальная Хомер Големс там ментальная Бесформенная масса А путь с помощью которого можно связывать между Воззрениями Не очень понимаю Нол и худейш А лавнер гот Махшавот Это как бы веретено на котором На котором Собираются мысли Я не очень пока понял Человеческий дух Односторонен Он никогда не может постичь всю реальность Одним взглядом Когда мы смотрим на группу вещей Мы видим в каждом из них Какие-то характеристики общие для них всех Или характеристики отличающие каждую из них Отличающие одно от другого Есть периоды в истории Человеческой мысли Когда ощущения общего и универсального Развиваются больше А в другие этапы Чувство разделения Отдельности и индивидуальности Заостряются очень сильно Например Он говорит Филон Его дух Двигался По пути Которые Акафта тохена специфика То есть он Специфический еврейский тохен Специфическое еврейское содержание Его как бы не интересовало И это относилось и к иудаизму То есть он сказал общее Для него С его точки зрения Оба Этих учения Несли Одну и ту же идею То есть оказывается Идея того Что нет противоречия между науком и религией Это оказывается филон Очень интересно Он говорит То экстатическое состояние Которое Он испытал В эллинистических группах Сектах Что оно Совершенно Идентично Духовному положению Духовному состоянию Пророков Израиля Когда они получали Слово Бога То есть он говорит Ну Принципиального Различия между экстатическими состояниями Нет Это была его позиция Очень многие мыслители Пошли по его стопам И пытались указать Прежде всего На то Что общее Между разумом И откровением И уменьшить Преуменьшить Различия между ними Они не поняли Какое сокровище Закрыли Спрятано В идеях Пророков Относительно Божественного пафоса То есть Свести все К общему знаменателю Оказывается Не самая лучшая идея И еврейская мысль Действует По другим категориям Отличным Отличным От категории Платона Или Аристотеля Спор между Иудаизмом И эллинизмом Это не результат Различия В формулировках А результат Различия В путях Мышления В образе Мышления Мне это Немножко Напоминает То Что мы учили У Равкука Про то Что есть Святая мудрость То есть Святая мудрость Которая изменяет Человека изнутри Или как мы сказали Скорее всего Это мудрость Правых мозгов Правого полушария А есть Обычная мудрость И она Больше связана С левым полушарием Мне кажется Что здесь идет Речь именно Об этом То есть Еврейская Мудрость Еврейская наука Она Правая То есть Она эмоциональная Она Больше Подобна Творчеству Больше Подобна Поэзии Чем Чем Логике Она Не такая Жесткая То есть Может Так И Поэтому Различие между Иудаизмом И эллинизмом Это не различие формулировок А различие путей мышления Я не знаю У меня В голове Я не знаю Что такое квантовый компьютер Поэтому Я не буду это говорить Но я могу сказать Так что Есть программа Да Если в программе Одна точка Не В строчке То программа Ломается Правильно И это Философия Это Бинарное Мышление Можно сказать Закон исключенного Третьего Так или иначе Система не может Функционировать Если В ней Какая-то Самая мелкая Точка не работает Пример программы Все Логическое построение Рушится И тот момент Что там Какая-то запятая Пропущена Но мы Прекрасно видим Что весь этот мир Работает вообще По другому принципу Мы видим Что я не знаю Человеку можно Не дай бог Отрезать руки Ноги И так далее И он все еще функционирует Человек Которого не дай бог Поражен мозг Он там может быть Поражены Куча Вещей И это функционирует Я бы Предположил Что логика Которая Стоит Сидит Заложена В творение Мира Она вот именно Такая логика Которая Позволяет Выживание Выживаемость Которая Позволяет Миру Выживать И восстанавливаться После Катастрофических Ошибок И Может быть Иудаизм Есть именно Эта логика То есть Сейчас Западная Логика Она формальная И по этот момент Одна строчка Неправильная Все рушится Как программа Левая логика Формальная Согрешил Умер Мы говорили об этом По-моему Сегодня утром Что Прямой мир Это мир Которым нет права На ошибку Тогда Мы скажем Что западная Логика Это прямой мир Который сотворен В Ниссане Которым нет права На ошибку В тот момент Что ты ошибся Все Расстрелять Знаете Что это значит Это Натаньяо Которого Обвинили В том Что он Выкурил сигар Больше чем Положено На этом основании Травили Четыре года И в конечном счете Наверное Пару процентов Избирателей Которые Из-за этого Не проголосовали За него Это то Что решило На самом деле Сегодняшнюю ситуацию Это Западная логика То есть Какая-то Абсолютно Формальная Какая-то Абсолютно Формальная Нестыковка Для западной Логики Катастрофична Проблема в том Что Сосредотачиваясь На этих Формальных Нестыковках Потерей Гораздо Больше Опять же Пример Формальной Логики Террористы Тоже Люди Правильно Это Логично Тогда Надо Поместить Самые лучшие Камеры Поэтому Надо Их Выпустить Из тюрьмы При любом Вот Забудная Логика И Она Катастрофична То есть Она Не дает Миру Выжить А Еврейская Логика Она Реалистична Она Как мы сказали Что если есть Ниссан То есть Тишрей Да Мир Мир Нелогичен Мир Беспорядочен Но это Так же означает Что в мире есть Сила жизни Да Что такое сила жизни Можно тогда сказать Что это тоже сила Выживания Способность Восстановления Способность Выздоровления Мир способный Выздоравливать Мир способный Делать Тшу Это Однозначно Неформальная Логика Так и иначе Западная Философия Основана На греческой Логике Греческая Логика Бинарна Греческая Логика Это закон исключенного Третьего Аристотеля Или Да Или Нет Это Бинарность Она Как бы В самой сути Но Фишка в том Иначе То есть Есть формальная Научная Логика Которая Хороша В науке Но Плохая В реальном мире А есть Логика Жизни Не даром Равкук связывает Еврейскую Мудрость С жизнью Святость Есть Жизнь И дальше Есть Хохма То есть Это мудрость Связанная С жизнью С Выживанием С Восстановлением С Ростом С Избыточностью Если хотите Два Глаза И два Уха Две почки И так далее То есть Это тоже Определенная Логика Окей Поэтому Не сводите Логику Еврейскую Логики Греческой Это не вопрос Формулировок Это вопрос Другая операционная Система Я бы сказал Не знаю Мне почему Пришло голову На днях Что это Как Windows И Mac Если Кто Читал Биографии Стива Джобса То есть Он был Рухник Человек Как раз Наоборот Он очень такой Спокойный Очень такой Разумный Благоразумный Благонамеренный И Буквально Как эти Две Операционные Системы Они практически Очень близки Друг к другу Их Логика Отлична И Это Отличие Формальной Внешней Логики Западной Философии От Внутренней Логики Связанной С жизнью Жизненной Логики Иудаизма Так Мне кажется Что в эту сторону Идет Разговор Он Называет Различие В путях Мышления Ведь Макдут Исадотом Шутафим Когда Мы сосредотачиваемся На общих Основах Откровения И Разума Достигла Синтеза Этих двух Духовных сил Но Этот синтез Имеет Цену Каждая из этих Духовных сил Духовных сил Потеряла Часть Того, что Специфично Для него То есть Попытка Скрестить Откровения Откровения Философии Дело К тому, что Откровение Потеряло то, что Специфично для Откровения Философия Потеряло то, что Специфично для Философии Иудаизм Приносит себя в жертву Зачастую Чужим культурам Для того, чтобы Воспринять Их основы Которые Могут Обогатить Ее жизнь Ее мысль Нам есть Хаши Вудхи В этом Есть Большая Значимость Но Иудаизм Не должен это Делать Ценой От Собственной Интеллектуальной Целостности Мы Должны Знать, что Попытка Прийти к синтезу Между пророческим Мышлением И Греческой Метафизикой Даже Если это В принципе Желательно В какой-то Определенной Исторической Ситуации Скажем Рамбама И так далее Это Необязательно Сохраняет Свою силу С точки зрения Вечности Есть Периоды Есть эпохи Когда Мы Пытаемся Перевести Иудаизм На язык Современной Ему Науки То, что В значительной Степени Пытался Делать Авгук И так далее То, что В значительной Степени Пытается Делать Современно Киру Но С точки зрения Вечности Это Не путь С точки зрения Географической Исторической Расстояния Между Иерусалимом И Афинами Или Между Эпохой Пророков Эпохой Перикла Не так Велико Но С духовной Стороны Они Отделены И удалены Как Небеса От земли Если Иерусалим Находился Был подножник Гималаев Тогда Монотеистическая Философия Наверное Подверглась Влиянию Восточных Философов Отсюда Что Наша Интеллектуальная Позиция Наше Нахождение Между Иерусалимом И Афинами Это Не абсолютная Позиция Возможно Что Провидение Создаст Ситуацию Которая Поставит Нас Между Иорданом И Гангом Встреча Подобная Встреча Породит Новую Проблемы Новую Проблематику Чем Ту Которую Имеет Иудаизм Когда Он Сталкивается С Греческой Я Знаю Мне кажется То что здесь Говорилось Это очень важно Потому что сознательно Или бессознательно Мы пытаемся Редуцировать Транслировать Переводить Объяснять Понятие Понятие Иудаизма На знакомом Нам с детства Языке Языке Западного Мышления То есть Так или иначе Мы внутри себя Сводим Иудаизм К Западному Мышлению А Гешель Нам здесь Говорит Что это Совершенно Не нужно Делать Потому что Вы получаете Усеченную версию Религии Не знаю У меня Вроде Нормально Обычно Есть сообщение Когда интернет Залипает Вот Результатом Получаем Какую-то Усеченную Версию Религии Или как он здесь сказал Педагогическую Версию Религии То Самое ценное Что есть В воззрении Пророков В философии Пророков В жизненной Позиции Пророков Мы тем самым Теряем У меня такое впечатление Поскольку Все согласны Что основное качество Еврейского народа Это его исключительная Выживаемость Я бы сказал Что еврейская жизненная Философия Она тоже Обладает Повышенной Выживаемостью Повышенной Помехоустойчивостью Если хотите Да Повышенной Способностью Продолжать Функционировать Когда Все системы Уже отказали И Это мне кажется Характеристикой Еврейской Как он говорит Философии Вот Это на мой взгляд То Что мы прочитали До сих пор Я рад послушать Что вы об этом думаете Ну Можно я Немножко Конечно Такая вот первая мысль Что В наши дни Все-таки Соперником Религии Является Не философия А психология Мне так кажется Потому что люди Сейчас Очень практичны Философия Не может Сама по себе Не поднять настроение Не мотивировать На что-то Вот Этим занимается Как раз психология Окей Вот Но Ее слабость в том Что как только Она сталкивается С человеком Который говорит А вот я Верю что существует Бог То психология Сразу Замолкает И нечего Ему сказать Такому человеку Окей Ну вот Дальше нужно сделать Из этого какой-то Вывод Пока еще Я его не сделал Я с вами абсолютно согласен Что вместо философии Можно подставить Психологию И получить Те же самые результаты Мы в свое время Довольно Плотно Пытались Разбираться С Равкуком И с другими Психологами Не знаю Я тоже под конец Пошел к выводу Что энергетики Которые есть В Эврейской Как он говорит В Эврейских текстах В Иудейских текстах Там нету То есть Есть какие-то вещи Которые Постигают Современная Глубинная философия Безусловно Но Это не значит Что Иудаизм Это сокращенная Или как мы тут сказали Педагогическая версия Юнгианства Нет Юнгианство Постигает Какие-то свои вещи А Со своей Как говорится Резолюцией А Иудаизм Это другое Уж скорее Какая-то Какая-то попытка Психологии Дотянуться До религии Я имею ввиду Виктора Франкла Но он до какого-то Вот момента дотянулся А дальше то ли испугался Ну хорошо Франкл говорит о смысле Это не глубинная психология Глубинная психология Идет глубже Но Еще раз говорю У меня такое впечатление Что какие-то вещи Конечно Современная глубинная Философия Объясняет Психология Объясняет Очень хорошо Но Понятие святости То есть Понятие Вот помните Мы сегодня читали На днях Сакса Мы пришли К такой модели Что как бы Есть этот мир Со всем тем балаганом Который есть Есть какой-то голос Который Пронизывает этот мир И Который Чувствительная душа Способна слушать И У Есть ли это у Юнга Я не уверен Конечно Еще эти там Природа Которая Не имеет морали По крайней мере Вот так мне кажется В том то и дело А любого человека Который заговорит Про голос Они отправят Психиатру Действительно Это их проблема Это то что мы говорим Что так сказать Современно Он говорит На чем все основано Все равно Все основывается На греческой Логике На аристотелевской Логике Которая бинарная Которая формальная Которая левая Еще раз говорю На мой взгляд Просто разные мозги Задействованы Разные отделы мозга То есть То есть Еврейское Мышление Оно Выразительное Оно Как это Опять Пророк Всегда что-то видит Он видит Какую-то картинку Он видит Какое-то Изображение Да Какую-то Модель То есть Это вот Что называется Кохамедамы Это так сказать Сила воображения Творческая сила И так далее То есть Ну то что называется Лирики и физики Да То есть Еврейская логика Она лирическая логика А Не физическая логика Я бы так сказал Еще Они друг друга Не заменяют Но Так сказать Могут наладить между собой диалог По крайней мере Мое такое ощущение А мы делаем Что? Мы переводим А мы переводим Так сказать Понятие иудаизма В понятие Современной философии Что-то переводится Что-то Редуцируется Молитвы Можно Обозвать Какой-то Внутренней работой Внутренней настройкой Там И так далее Чем угодно Кто сказал Что при этом Мы не теряем Самой суть Да Богом Можно свести Там Силе Приводящей В движение Эволюцию Но Ты сказал Что при этом Не теряем Чего-то существенного Конечно Конечно Теряем И Даже С чисто эгоистической Точкой зрения Теряем Потому что Никакие философские Концепции Не могут действительно Влиять на наши эмоции А людям сейчас хочется Чтобы просто успокоили По голове погладили Да Согласен Если кто-то помнит Уроки Которые у нас были По Маммаре Равкук По Маммарам Равкука Мы получили Маммар Дерахтхья Путь Возрождения И там речь в самом начале Шла о том Что разум Может дать Только бледную тень Религиозного переживания То есть Мы наверное Можем сказать Что вот все эти Современные Психологические Уже абсолютно правы Психологические Концепции Они действительно Очень сильно помогают В качестве Какой-то Бледной тени Чтобы понять Что за этим действительно Что-то стоит Но после того Как ты Посмотрел на бледные тени После этого Ищи оригинал Поскольку все очень сильно Запутано Поскольку все очень сильно Мифологизировано И так далее И так далее То это совсем не лишнее На самом деле Очень важно Что вот есть такая Редукция Да Религии К глубинной философии Скажем так Но еще раз говорю В какой-то момент Надо от этого подняться И пойти дальше То есть К оригиналу Такая у меня мысль Продолжим дальше Или кто-то хочет Что-то прокомментировать И так далее И так далее И так далее Есть такая фишка Как я сегодня Немножко с этим столкнулся То есть Люди У которых есть Действительно Значимое Я бы сказал Религиозное Преживание То есть Они настолько Внутри этого Что Они не способны Это объяснить И Я не способны выйти Как бы За границу Этого То есть Я сегодня Вешиве разговаривал С одним Преподавателем В тот момент Что он от меня Услышал Что я не согласен С Алтер-Эбе Там такое началось То есть Ну вот Я смотрю на него Я вижу Он действительно Искренне Религиозный человек Но его искренняя религиозность Она вот В каких-то таких Жестких рамках Ты не согласен с Алтер-Эбе Ты койфер Ты еретик Все Вот так Я не сомневаюсь Что он действительно Так думает Так чувствует И так далее И это тоже проблема То есть С одной стороны Есть проблема Что мы пытаемся Редуцировать Как говорится Религию К философии Поскольку это Наш первичный язык А с другой стороны Есть люди Которые изначально Готовы Разговаривать Только на этом языке Только на религиозном языке Но никакой Другой язык Им вообще не доступен Ну не знаю В наших Израильских реалиях Я бы это разделил На Сефардов Ашкеназов Да То есть Ашкеназы Все-таки В большинстве Своим интеллектуалы И А сефарды В основном В большинстве Своим Они Ассортим Они Как говорится Соблюдают В той или иной степени Традицию И Естественно Он верит в Бога Я даже подумал О том Что современная Конфликтная ситуация В Израиле Это тоже Ситуация Между этими Двумя Полицами То есть Натаньягу Базировался На Марокканцах Восточных Общинах И На Харадим А Беннет Лапиде Это Белая Ашкеназская Элита Тарадоксальным образом Вот Противостояние Между этими Двумя Между людьми Которые Прежде всего Люди Разума И Только потом Люди Веры Между людьми Которые Прежде всего Люди Веры Но Только потом Люди Разума Как бы Человек не может Изменить Свою первичную Сущность Так или иначе У каждого Какое-то Полушарие Доминантное Какое-то Полушарие Подчиненное То есть Если человек Родился С левыми Мозгами Он Останется С левыми Мозгами Единственное Он может Чуть-чуть Развить Свои правые Мозги То есть Свою веру И так далее Возможно Очень правильно Сказать Так Всевыш Меня Сотворил То есть Я Все-таки На 90% Аналитик И только Могу Добавить Еще Пару Процентов На Религиозные Чувства Буду Стараться Другой Человек Наоборот Он Изначально В Религиозном Чувствии Но Понятия Философии И психологии Ему Не существует Интересно Какую Лигу Отнести С этой точки Зрения Гершеля Он Как бы Он находится Между этими Двумя мирами Вся прелесть Того Что он Пишет Он не говорит Что давайте Выбросим философию Он говорит Давайте Поймем Что это Разные языки Разные взгляды На жизнь Которые на самом деле Нужны и там и там Вот о чем речь Вот о чем ценность А иначе Получается конфликт Идем дальше Или комментируем Или что Ну вот это называется Амбидектор Когда И то и другое И все более-менее гармонично Вот Александр Махедонский Был амбидектор Таких очень мало Людей Таких людей Очень мало То Давайте возьмем еще немножко Метафизика и метаистория Есть Принципиальное различие Смыслом Книга Береши Ничего не собирается Объяснять А Местерин Тайна Окружающая Творение Мира Становится Меньше От того Что написано В начале Сталилбогни Бойзинг Танах 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 И наука Не обсуждают Тот же самый Вопрос Теория Научная теория Ставит вопрос В чем Причина Существования Вселенной Она Оперирует Категориями Причинности И Причинность Воспринимает Связь Между Причиной И следствием Как Продолжающийся Процесс Как Изменяющиеся Как Переменные Внутри Неизменной Неизменной Общности А Микра То есть Танах Воспринимает Связь Между Творцом И Творением Как Связь Между Двумя Сущностями Которые Отличны друг от друга В своей сути И Которые Невозможно Приравнять Друг Другу Само Творение Танах воспринимает Как Событие А не как Процесс Идея Творения Возвышается Поднимается Выше Причинно-следственной Связи Выше Причинности И Трансцендентно Ей Объясняет Каким Образом Возможно Причинности То есть Как бы Причинность Это следствие Трансцендентности А не наоборот Вместо того Чтобы Описывать Мир Категориями Заимствованными Из природы Танах Описывает То Что делает Природу Возможной То есть Действие Божественной Свободы Выше Такс решил И поэтому Он так сделал Микра Танах Указывает На путь Постижения Мира С точки зрения Бога Он Не Обсуждает Творение Как Творение Мир Как Мир Но Он Видит Мир Как Творение Для Религии Для Танаха Принципиально Мир Творение Танах Не Занимается Антологией Или Метафизикой Он Занимается Историей Мета И Историей Область его интереса Это Время А не Пространство Наука Продвигается Вперед С помощью Формул А Танах Соотносится С тем Что Особенное И Хасер Тагдим Одноразовое Никогда Не случающееся То есть Наука Ищет Повторяющиеся Как известно События А Танах Ищет Одноразовые события Задача Науки Проверять Факты И Процессы В природе Задача Религии Понять Природу С точки зрения Божественной воли Научное Мышление Стремиться Ответить На вопрос Человека И Удовлетворить Человеческую Потребность В Знании Высшее Намерение Религиозного Мышления Это Ответить На вопрос Который Не Человек Спросил И Удовлетворить Потребность Бога В Человеке Философия Философия Способ Попытка Открыть Раскрыть Сущность Вещей Основы Творения А Религия Это Попытка Научить Нас Боги Творящим Свет Творящим Тьму Делающим Мир Творящим Все И Научить Нас Его Воле И Он Говорит Про Реального Бога Не Про Х В формуле Реальность Вторая Реальность Танах Не Пытается Учить Нас Законам Творения Мира Избавления Его Задача Научить Нас Что Бог Жив Бог Творец Бог Спаситель Показывающий Свои пути И Дающий Свою Твору Не Знаю С точки Зрения Банальная Шутка Что космонавцы Летали На Луну И Бога Не Нашли Есть Некоторые Подтексты Какой Сетью Мы Ловим Бога Какой Логикой Мы Пытаемся Его Воспринять Если Мы Пытаемся Поймать Бога С помощью Философии Или Психологии То Это Неправильные Сети Он В них Не ловится Не в том Что Они Они Нашли На Луне Что Тора Хочет Нас Научить Бога Он Живой Реальный Творящий Спасающий Есть Канал Связи Но Это Не Канал Философии Не Канал Психологии Идея Религии Это Очистить И осветить Корни Религии Заключены Ее Определенные Традиции Или Постижение Индивидуума В Индивидуальном Постижении В то время Как философия Классическая Философия Говорит Что ее корни Универсальны Спекулятивная Мысль Начинается С понятий А Религия Танохическая Религия Начинается С событий Жизнь Религии Не Ограничивается Ментальным Сохранением Идей Но Событий И Откровений Тех вещах Которые Происходят На Линии Времени Это Не Редукция Религия Это Не Редукция Каким-то Ментальным Понятием Сохранить Для нас События И Сохранить Для нас Откровения Снова Следует Сказать Что Религия Это Особый Источник Туванок Постижений Это Значит Что Невозможно Полностью Уравновесить Полностью Разрешить Противоречия Между Понятиями Религии И Ее Требованиями Между Выводами Философской Системы И Невозможно Дать Полного Выражения Религии В Научных Категориях То Что Существенная Религия Не Обязательно Совпадает С тем Что Существенная Философия Задача Религии Это Вызов Философии Не Просто Быть Мухой На Предметном Стекляшке Микроскопом Философия Может Выучить Многое Из Танаха Для философа Идея Блага Это Прекрасная Возвышенная Идея Но В глазах Танаха Идея Блага Это Только Вторичная Идея Не может быть Блага Без Святости На первом месте Святость На втором Идея Добра А Кадошу Магут Святость Это Сущность А Блага Это Выражение Сущности То Что Сделал Всевышний В шесть дней Творение Он увидел Как благо На седьмой день Он осветил Благое и святое В диалоге В диалоге В Не знаю В каком-то Диалоге Платона Задает Вопрос Который Многих Схоластов Занимал Многие Поколения Схоластов Как Христианских Так и Мусульманских Вопрос Или Бог Любит Добро Потому что Оно Добро Потому что Он добр Или Добро Это Добро Потому что Бог его любит Интересно Этот Вопрос Мог Возникнуть Только Тогда Когда Бог И Добро Воспринимаются Две Различные Категории И Когда Это Само собой Очевидно Действие Бога Не Всегда Направляется Самыми Высокими Понятиями Благо И Справедливость Определенное Действие Будет ли Оно Считаться Святым То есть Приказанным Богом Или Желанным Богом Потому что Оно Благое Или Благое Действие Потому что Оно Святое То есть Это Приказание Бога Или Это Желаемое Богом Вопрос Этот Бессмыслен Центр Круга Называется Центром От Центра Поскольку Он Центр То есть Есть Какая-то Дихотомия Между Святым И Благим Чужда Духу Великих Пророков То есть Бог не может быть Святым Но не добрым Вот так Святое и доброе Святое Святое С точки зрения Божественной Справедливости С точки зрения Пророков Справедливость Бога Это Неразрывная Часть Его Личности Любая Настоящая Критика Это Самокритика Прежде всего И Также Философия Нуждается В постоянной Самокритике Постоянном Самоочищении То Время Когда Философия Измеряет Религию Она Должна Измерять Так же Само себя Свои Изначальные Предположения Свои Границы Свою силу Философия Философия Должна проверить Достаточно Она Продвинулась Чтобы Понять Постижения Пророков И Включить Внутрь Себя Действительно Есть Такие Постижения Которым Человеческий Разум Приходит Только Позже Иногда Очень Сильно Позже Это Значит Только После Пророки Что-то Постигли Что Современная Философия Или Психология Еще Не Подобралась К этому Может Такое Спрашивает Для того Чтобы Она Преуспела Философия Религии Должна Помнить Особенности Философии Особенности Религии Можно Так Скать И Ограничения Их обоих Религия Как мы дальше Увидим Занимается Такими Областями Которых Философия В принципе Не может Коснуться Задача Философии Религии Принести Привести Человеческий Разум К вершине Мысли Создать В нас Постижение В вопросе Причин Почему Невозможно Понять Проблемы Религии В понятиях Науки Мы Мы Должны Постичь Она Должна Дать нам Понять Что В религии Есть особая Область Особая Перспектива Особые цели Открыть нас Красоте Переколепию И Тайне Что В их Присутствии Когда они Есть Дух Не может быть Закрыт К тому Что За пределами Разума И Одна из целей Философии Религии Это Пробудить Рахаби Кортит Критический Взгляд На Философию С точки зрения Религии Должен быть Обратный Процесс Когда Религия Смотрит На Философию А не только Когда Философия Смотрит На Религии Пожалуйста Если Эта тема Интересна Или Неинтересна Это Кого-то Затрагивает Или Кажется Абстрактно То Пожалуйста Фидбэки Приветствуются А Вот Лаять На Нас Необязательно Александр Кто-то Хочешь Сказать Мне Кажется Что Очень Интересно Это Наш Первичный Язык Науки И Поэтому Это Подмостки С помощью которых Мы можем Подойти Настоящей Религии Не теряя Своей Базовой Личности Вот это То что заставляет Меня этим Интересоваться То Тогда Наверное Сегодня все Завтра Девять У нас Как обычно Продолжение следует Спасибо Всем Спасибо И до встречи Ок Всем счастливо Пока